Многопрофильная лингвистическая гимназия номер 33. Название образовательного учреждения уже говорит о том, что здесь будут следовать самым последним тенденциям в обучении. Это нам подтвердила и директор школы Оксана Писак. Первое направление, которое мы будем реализовывать в нашей гимназии, это углубленное изучение языков с постепенным перспективе, переходом на билингвальное обучение. Также в нашей гимназии со второго уже класса будет изучаться английский углубленно, а с пятого класса будет введение второго языка на выбор – испанский, китайский или немецкий. Но в рамках сегодняшней встречи основное внимание было направлено на готовность объекта к приему детей. Четырехэтажное здание общей площадью более 23 тысяч квадратных метров вмещает два спортивных зала, музыкально-хореографическую зону, два бассейна, столовую, медиатеку, библиотеку и десятки современных учебных классов. Школа высокой степени готовности и, на мой взгляд, она соответствует чем современным требованиям и эстетически выглядит очень хорошо. Наверное, у нас одна из первых школ в такой виде и по насыщенности с точки зрения оборудования, и возможностей бассейна, и актовый зал большой, и спортивный зал, в котором мы находимся. Поэтому достойная школа получилась. Новое общеобразовательное учреждение может вместить более 1 тысячи школьников. Но 1 сентября 2017 года сюда придут порядка 500 учеников. Редкий факт. Сдача школы происходит на стадии строительства микрорайона. Чаще компании-застройщики свои обязательства выполняются по зданиями. Вот два примера. Группа компаний «Пик» и «Стройтекс». Вопросы по исполнению инвестиционных договоров для этих застройщиков обсуждали уже в зале администрации. В ситуации с первым. С контроля сняты вопросы по ремонту КНС, строительство дороги по улице Благовещенская и ремонту храма при военном мемориальном кладбище. С представителями «Стройтекса» переговоры продолжаются, а тема остается прежней. Неисполнение обязательств по строительству парковочных мест в жилом комплексе «Цветочный город». Но мы сейчас на период строительства предлагаем сделать парковки на свободных местах, которые есть в микрорайоне. В частности, вот здесь, где мы снесли дома, возле детского сада и вдоль Октябрьской. Это в общей сложности у нас будет 362 машиноместа. Пока мы будем строить гараж, у нас есть возможность передержать машины на свободных местах. Анна Раченкова, Андрей Капустин, информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова